Палатки из дерева, покрытые шкурами животных и еда по старинным рецептам. Привычными чаем и кофе здесь не угостят. А вот отваром из ягод и фруктов – пожалуйста. Лагерь в стиле средних веков построили для участников культурной экспедиции «Русь-21». Уже неделю фотографы, видеографы и режиссеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды живут здесь в поисках необычных сюжетов для своих творческих работ. Суть снимка следующая. Идея – снять старый деревянный дом ночью с помощью техника «Фризлайт». Подсветить его фонарями и сфотографировать таким образом, чтобы улица вокруг была темная, а сам дом интересным образом освещен. Простой старый дом Сергей Кичигин собирается сделать таинственным и даже мистическим. На это его вдохновили окрестности деревни Кичуга, Великоустюгского района. А вот другого участника экспедиции, Александра Антипина, привлекли Апоки, где на одном берегу Суханы – геологические обнажения, а на другом – то, что осталось от ГУЛАГа. «Все вместе-то получилось таким гигантским лендардом. Интересно, это еще дорисовали, взять трехмерную графику и что-то делать». Экскурсия в старую церковь, которая сегодня восстанавливается силами всего одного человека, мастер-класс в местной кузнице и сплав по реке Сухани. И это только программа одного дня. Каждый день члены экспедиции знакомятся с новыми примечательными местами Вологодчина и узнают о здешнем быте от местных жителей. «На берегу ко мне подошел дедушка, сказал, давайте покатаем. Ну вот я вот такое люблю. Я сказала, ну давайте. Он мне посолил лодку, там, по-моему, там, греб, этим вез. Лодка начала протекать, мы вернулись. А там какой-то другой мужик мне рассказывал какие-то своих друзей. Ну то есть все время какая-то вот движуха». Немалую часть информации помогают получить и гости, которые иногда приезжают в лагерь. К примеру, народный ансамбль из Нюксеницы привез с собой традиционные местные игры, сказки и песни. И теперь участники уже решили, что в оставшиеся дни непременно побывают в Нюксенице, а потом посетят остров Каменный в Кубинском озере и заедут в областную столицу. Ну а уже 12 августа все отправятся по домам, где закончат работу над своими творческими проектами, чтобы затем показать, каким они увидели наш край. Алена Шипилова, Новости Вологды.